Сегодня я хочу показать, как можно нарисовать один из механизмов, который мне посвящен целому скетчбук. Я выбрала вот такие часы советские, скачала картинку, видно здесь интересная текстура дерева, металла, стеклянной поверхности, поэтому будет интересно. Еще покажу свой скетчбук дерева цвета, очень милый. Он достаточно большой, 20 на 20 сантиметров. В нем есть специальная такая пленка, которую нужно подкладывать между листами, чтобы марки не проходили насквозь. Ну и тут кое-какие рисунки, которые делали еще в июне 2018 года. Фотоаппарат. Здесь видной календарь советский. Аккустическая система. Телефонный аппарат. Так видно, я нарисовала этот рисунок летом 2018 года и почти два года ничего не добавляла сюда. Но наконец-то вдохновение мне нашло. Поэтому с мая 2020 года стала продолжать. Вот уже есть радиоприемник, секстант и пишущая машинка. И сегодня ночные сарат часа. Отлично с того, что продажу эту пленку под петящий лист, чтобы ничего не запачкать. Как видно, я уже наметила эти часики, потому что здесь есть и прямые линии, и круги. Поэтому нужно очень аккуратно, чтобы это было похоже. Поэтому я использовала линейку и ссылку. Сейчас сначала намечу контент для того, кто использует два линия 1.03 и 1.005. Соответственно, сначала нанесу более толстые линии, а потом уже мелкие детали. Ну, как видно, именно из-за того, что здесь в основном прямые линии и окружности, будет сложно это село от этого гиб, потому что можно все-таки ошибиться. Пока дрогнет, поэтому нужно будет очень-очень аккуратненько это делать. И здесь получится. И здесь получится. Сейчас посмотрю, как я обведу эту линию, которая была нарисована циркулем. Ну, если я немножко ошибусь, я думаю, это ничего страшного. Ну, ничего вам да. Поехали. Еще одна. Еще один. Если? Еще одна. Я veut тебе как так получилось тут можно видеть что вот эти вот трубочки немножко перекрывают следующую линию но я ее намечу вон на бурене становится так вот и и и и и и и и Продолжение следует... 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 тут идет такой небольшой кузов то есть это дополнительная отметка секунд можно немножко ошибиться в конечном итоге это будет не так заметно то есть у нас должно быть а между двумя толстыми линиями толстыми точками 4 небольших но мне не везде поместится поэтому сделаю немного не так как на картинке просто раздобавить стрелки секунду нарисую тоже я скашивать их не буду но отмечу так из-за индустрии детали катенька сейчас кажется очень плоской поэтому нужно их добавить может быть даже там где их на самом деле нет это может быть какая-то толщина допустим у этого колечка мы видим а вторическую поверхность с разной стороны это можно добавить в некоторых местах детали будут добавлены уже цветом поэтому не везде детали указаны что это 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 А на циклоплатье видна еще дополнительная толщина, которая от стеклянного корпуса, но не знаю, как ее лучше обозначить. Может быть тоже небольшими только деталями, не целиком всей окружностью. Заблутим для дополнительного объема. Итак, сейчас я сотру все кондашные линии и приступлю к цветам. Я начну с светлого оттенка для дерева, который у меня называется кремовый. Не знаю, закончился он или нет. Сейчас проверим. Напомню, что у меня здесь лежит пеночка, которая, конечно, не мешает самому листу быть пропитана насквозь, но зато следующие слои и следующие листы остаются неталовыми. слоями. Такая из бесчок внешности можно даже использовать в другой направлении. Ну, точнее надо делать ровно, тем более это дерево. можно следовать вертикальным листам, то есть наносить штуки и наносить вертикали. наносить штуки и наносить штуки и наносить штуки. наносить штуки и наносить штуки, и наносить штуки. с и большие просветы тоже никак не появляются конечный результат поэтому их можно оставлять и 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 с с с с с с с с с металл имеет тоже такой тепловатый оттенок поэтому я возьму скорее всего теплосерый у меня таких немного не есть а самая светлая это 05 теплосерый тоже неуверенно закончилась со мной нет не пишет может быть с другой стороны чем мы немножко остались с 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 к с с как хватит итак на цифре блати есть такая золотистая кремочка внутри он тоже сероватый я бы даже сказала с зеленым материнком у меня есть скорее всего подходящий для этого случая зеленоватый цвет скорее всего нанесу его на всю приятность оставлю только вот эти вот небольшой узор вокруг цифры потому что потом будет сложно обвести может даже этот цвет слишком темный не могу точно сказать что нанесит то есть вот значит я думаю что пока он не сомневается пока это не так выводя о том что он не согласит или что вы хотите чтобы мы могли уже посмотреть на креме это нужно сделать очень хорошо любви Mitarbeiter которые находятся в том что он нашли с холодильником Все блики которые находятся на стеклянной поверхности я буду добавлять в самом конце либо белой ручкой либо маркером, может быть карандашами, поэтому то что сейчас на фото выглядит как просто белое пятно я закрашиваю цветом не знаю есть ли мне подходящий оттенок для того что вывозят кайму скорее всего нет но можно помешать, у меня есть такой бежевый он честно говоря не очень подходит и попробую добавить в него того же зеленого не обязательно чтобы это выглядело как на фото потому что это не фотонелизм, это скетчинг, рестрация так это первый подметрительный слой к сожалению у меня нет цветов которые на 100% совпадали с фото поэтому я буду пытаться что-то смешивать допустим вот эта металлическая конструкция она имеет немного желтоватый оттенок но желтый, сейчас вы видите, он очень яркий поэтому нанесу его в эти места которые выглядят наиболее золотистыми здесь можно ввести такую вертикальную линию на металле часто блики, полиции, они имеют такую структуру они не плавные, а более острые снизу почти нет этого же этого, но чтобы он был везде и сюда тоже он тоже отмечен как желтый, но он имеет смесь коричневого этот цвет добавлен на теневые места сейчас забавная ситуация, потому что есть пусть за коричневый, который подошел бы и для деревянной природности поэтому даже не знаю что делать может быть ввести его туда и туда, потом изменить оттенки сюда он даже лучше подходит опять же сохраняем эти вот декальные ритмы вот эти линии как видно эта полосатость она присутствует в некоторых местах более отчетливо поэтому я их отмечаю можно есть линии сверху, снизу и от середины откуда угодно просто отмечаем просто отмечаем именно эту полосатость здесь башпеном работать нам не будет удобнее потому что можно регулировать нажатием толщины линии а вот это почему есть Продолжение следует... 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 Сдон хорошо подойдет под тень. Продолжение следует... Кажется стоит добавить этот желтый конечный по всей поверхности. Не знаю, что из этого выйдет, потому что сам цвет может смешаться. Не очень удачное составление, но зато будет больше похоже на меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно добавить этот же цвет тени. Я стал немного лучше. Очень похоже на реальную деревянную поверхность. Еще есть у меня такой цвет, который называется Earth Yellow. Еще более темный. Цвистит смешно. Из-за наконечника. Можно ввести разные толпы линии. Если нажимать линии, то и более простые. Пока что оставлю эти вероятные поверхности в таком виде. Потом можно добавлять еще детали. Начну работать методическими поверхностями. Использовать буду нейтральный и теплый серый. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...